Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Бачурин Илья, генеральный директор МОЗ-концерта. Вы часто ходите на премьеры фильмов? В последнее время совсем не часто, потому что и премьер немного, и немногие из них вызывают такое желание. Почему сегодня пришли на показ фильма Гая Ричи? Потому что я Гая Ричи люблю, это один из режиссеров, которые не прогибаются под современный мир, под толерантную, всех устраивающую реальность. То есть он по-прежнему делает, я надеюсь искренне, что он с сегодняшним фильмом это подтвердит, делает такое пацанское, настоящее английское кино. Боевики настоящие английские. Вот я этот жанр только в его, конечно, исполнении воспринимаю позитивно. В целом небольшой любитель, если честно. А может наши какие-то фильмы тоже можете сравнить с этим же жанром? Конечно, да. Вот Чебурашка, например, самый просто боевик-блокбастер. Всех поборол в кассе. Лучший способ доказать свое преимущество. Не кулаки, а касса. Так что Чебурашка, победитель Гая Ричи, меня не то что устраивает, очень радует просто. То есть наш жанр все-таки более добрый русский? Наше кино более доброе, да. Но смотрите, я бы не стал несерьезно говорить на эту тему, потому что здесь не получается посмеяться. Сейчас большое количество западного кино ушло, а российского не хватает. И тут становится очевидным, что во многих жанрах мы не можем делать кино того уровня, который устраивал бы зрителя. Это большая проблема. Поэтому я надеюсь, что нынешняя ситуация, когда рынок по сути освободился от какой-то части прокатного западного кино, станет толчком для российского кинематографа делать больше, более качественного нашего кино. Вот это надежда на лучшее будущее. Я бы скорее так сформулировал ощущение момента, а не гордость за то, что мы сейчас всех победили. Да нет, пока не победили особо, надо еще работать и работать. Просто пахать и пахать. А ваши любимые русские фильмы, какие можете еще выделить? Я люблю советский кинематограф. Из сегодняшнего кинематографа... Ну вот знаете, сейчас отдельно что-то называть сложно, но мне нравится кино, которое стали снимать для платформ, потому что все-таки заказ телека на кино давал очень жесткие рамки, которые ограничивали творцов. Платформы значительно шире открывают возможности для сценаристов, режиссеров, для операторов. Это все выглядит ярче. Почему? Потому что там более узкая аудитория, и под эту аудиторию, соответственно, можно делать чуть более нишевый, соответственно, чуть более яркий в каких-то проявлениях продукт. Это очень круто. Мне нравится развитие и кино, и сериалов на цифровых платформах. Ну, скажем так, это хороший аналог телевидения. А подскажите, что сегодня ждете от этого фильма, кроме вот такого блокбастера, кроме боевичка? Да особо ничего. Я не думаю, что там какие-то будут смысловые, серьезные... Привет. Добрый. Я не думаю, что будут какие-то серьезные, смысловые загоны. Что называется, это не свойство. На Гайоричи я не думаю, что он будет глубоко ковыряться в психологии, в социальных проблемах. Это все не совсем его, поэтому и пришел. Знаете, хочется легкости, если можно так сформулировать. В общем, хочется какой-то легкости скорее. Приятных вам эмоций при просмотре, и будем ждать ваш комментарий после фильма. Спасибо большое. Спасибо.